Распаковываем. Машина прибыла. Республика Карелия. Почему оттуда? Сейчас объясню. А потому что там Финляндия рядом. А причем есть Финляндия? А потому что эта машинка была куплена во времена СССР еще. И привезена именно с Финляндии. Наверное не только финны к нам пить приезжали водку. Наши граждане наверное тоже туда моряли за товарами. Не знаю. Про финнов слышал. Я держу интригу. Не называю пока какая. Но кто смотрел анонсы знает что это за машина. Вот она. Машина сразу говорю. Очень старая. Ну еле почти как мне. Это 65 года. Она куплена в 65. Привезена из Финляндии. Вот. Потом мы рассмотрим. Вот 65 год. Мы рассмотрим. Потом все тут что есть. Чего нет. О так она так-то еще симпатичнее чем на фото. Это машина. Зингер. 338. Это одна из последних машин. Что это мне тут дали? Одна из последних машин из металла. Вот это я буду делать сразу. Металлическое. Это я видел. Так. Ага. Копиры есть на месте. Тут сменные копиры. Я все надеялся что мне положат копиры. Но их на фотографии не было. Ладно. Вот она. Во всей красе. Сейчас мы ее рассмотрим. Этот зингер. Здесь пластмассы не грамма. Нет. Вроде здесь есть маленькая граммулька. Грамма 4 наверное. Или 5. Кто-то прошил заботливо. Да я и так знаю что будет шить. Вот сейчас если кто-то озадачится найти такую машину на просторах Авито. Сразу говорю не найдете. Это конечно не 401. Тот вообще шедевр. Но 401 это точно не найти. Такую то не найти. И вот это видео наверное будет первое и единственное русскоязычное об этой машине. Куча видео я там находил. Там какой-то товарищ. То ли американец. То ли англоязычный. Вот у него по этой модели 22 что ли видео. Но у него одно видео посвящено как наматывать шпульку. Ну что это. Что можно. А что можно сказать 22 видео. Но это еще и ерунда 22. Одна модель причем. Как что там можно из пальца высасывать. А 337 модель. Она чем отличается. Несъемный копир. Здесь вот съемный. Ну как у чайки 2. Тут сменная. Вот они. Вот. А там несменно. Он там постоянный зигзаг и все. Вот. А по той машине у нее 30. Один что ли. Ролик. Ну это нечто. Ну ладно это. Ему сдельно платят наверное там. У них рекламу уже не отключили. По времен наверное. Не сдельно, а по времен. Вот так скажем. Вот это сломано. А вот единственное что у них. Ну я то и тогда видел еще в роликах у этого товарища. Из Америки. У него. Я сразу внимание обратил. Что вот эта пластмасса. Не знаю. Почему. Что мешало сделать металлический штырек. Вот что мешало. Товарищам с конторы Зингер. Поставить металлический держатель. Ну пока так. Ладно. Потом я сделаю. Здесь вот надо проточить. Я уже подобрал. Здесь маленько. И на клей какой-нибудь посажу. Хороший. Тут кстати мест полно куда воткнуть. Можно вот сюда. Я не знаю почему тут много. Раз, два, три, четыре. Что-то тут загадочно. Сейчас такой алгоритм. Я буду ее разбирать. Показывать вам. И заодно там мазать. Но я не думаю что эта машина потребует чего-то. По времени посмотрю. И скорее всего завтра сделаю вторую часть. Посмотрим как она шьет. Вот так определимся. Педалька ничего не напоминает. Мне напоминает. Кое-что. Так. МШ. Ага. Вольт от 150 до 250 амперов. 0,35. Контроллер. Ну понятно. Но сделано это покачественнее конечно. Чем в серпухове делали. Так. Вот еще раз повторяю. Здесь мы не найдем в механизме ни одной пластмассовой детали. Ну мне так кажется. Я смотрел видео внимательно. Прежде чем эту машину купить. Я смотрел. Внимательно. Так. А в чем дело? Почему не открывается? Вот почему. Потому что надо открыть лючок. Но состояние я вам скажу. Состояние отличное. Сейчас я ближе картинку сделаю. Вот смотрим шестерня. Металл. Там не видно шестерня еще одна вертикального вала. Тут в отличие от мексиканских. Там какие они еще. Турецкие. Зингера. Ну последующие. Уже там 70-е годы пошли. Уже все. И тут интересная челночная. Сейчас я вам покажу. Там челночная как у 66 класса. Не ротационная. Там качающаяся. Только она находится вот так. Горизонтально. Интересно сделано. Вообще машина интересная. Я же не просто так ее заказал аж. С самой карелии. Так. Ну здесь все надеюсь ясно. Так. Как у нас? А нет. Тут не откидная крышечка. Тут у нас вот. Ну. Я сразу эту машинку увидел. Я понял что состояние у нее. Вот такое. Ну машина просто-напросто стояла. 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 Регулятор тут качественный. Под две ниточки. Все работает естественно. Освобождение. Все. Тут сразу заодно смажем ее. А. Работать она будет. Ну. Послушайте как будет работать. Так. Переходим к челночному. Вот. Казалось бы. Челночная. Тут и игольная пластина-то. Зингеровская. Вот у них тут. Фирменная. Защелочка. Без винтов. Фирменная пластина-то. Смотрим. Так. Как она извлекается. Как-то тут легко очень. Сейчас я разберусь. Как достать подшпульник. Подшпульник. Произведение искусств. Нет. Тут конечно же никаких задвижек нет. Вот. Посмотрите. Какой тут подшпульник. Сейчас мы сравним. У нас есть с чем сравнить. Это. Вот на современной зингера идет. Но он конечно. Несколько другой. Ну как. Похож. Только здесь вот 90% пластмассы. А здесь из куска металла. Выфрезерованно. Все. Металл отличный. Ну. Игру произведение искусств. Подшпульник. В этой машине все основательно и надежно. Ладно. Челночная осмотрели. Все тут осмотрели. Переходим. Вот сюда. Здесь вообще все интересно. Сейчас будет. Так. Вот здесь какая-то надпись. Кто владеет языками может перевести. Сейчас посмотрим что в этой. Редкой. И замечательной машине. Под капотом. Сейчас я отключу. Я думал тут барашек. А тут. Или тут барашек еще был. Потеряли. Что-то я не могу понять. Как тут откручивается. А. Ничего тут не потеряли. Везде прокладочки. Все как надо. Ну. Зингер есть зингер. Тогда был еще. Тот зингер. О. Тут видите. Прокладочка. Это наверное какая-то. Противошумка. Она. Из какого-то материала выполнена. Типа. Ну. Типа. Как вы-то поронит. Не поронит. Ну. Типа как прокладки. Вот делают. На автомобиле. Вот. Тут как выполнено все. Совершенно замечательно. Вот. Ничего не напоминает. Старая зингера. 120 летняя или больше. Вот. Как тут устроен привод. Челнока. Ну. Говорю. Все сделано навсегда. Ну. Чему тут можно сломаться. Я даже не могу себе представить. Что тут может сломаться. Ну. Тут о состоянии машины. Можно вот судить. Ну. Провода. Посмотрите какие. Машина если шила. То. Очень и очень мало. Это. Ну. Новая машина. 65 года. Куплена. Ну. И выпуск. У нее. Она выпускалась. Насколько я знаю. 64-66 год. Вот. Где-то в этот период. Там модели менялись. Их очень много моделей. Вот. 338. 337. Я говорил. Предыдущие. Там идут. 500. Какие-то. 400. Какие-то. Ну. Кому интересно. Можно найти. У товарища. У него видео по каждой модели. Не знаю сколько. Очень много. Завить в поиск. Зингер 338. И он наверняка вылезет. И там можно. Ну. Только перевод не включайте. Там до чего вольный перевод. Двигатель ткани назван. Собаки какие-то. Там. Ну. Там надо применить очень большую фантазию. Чтобы понять о чем речь. А кто далекий от щитя. Вообще не поймет о чем речь. Если вот так вот. Не смотреть. О чем показывают. Просто слушать. Ты вообще не поймешь. О чем. О чем речь. Нет. Это что. К швейной машине. Точное отношение. Не имеет. Вот этот перевод вольный. Компьютерный. Двигатель здесь. 75 ватт. Лампа. 25 что ли. Ну. Ладно. Сейчас. Я покажу. Двигатель. Откручу вот эту. Панельку. Посмотрим двигатель. И включим ее на холостом. Погоняем. Ну. Двигатель тут вот такой. Открытого типа. Все. Тут. Везде. Фирменные. Знаки стоят. Здесь. Зингер. Там вот. На шатуне стоит. Зингер. Имеют право ставить логотипы свои. Вот такой здесь мотор. 75 ватт. Так. Ну. Свет можно выключить. Тут действительно 25 ватт. Очень сильно светит. Так. Ход плавный. Ну. А машинка. Конечно. Требует промывки. Смазки. Костеренки слышно. Ну вот. Минимальная. Тут. Есть что помазать. Так. Пока предварительно. Но машина смазки не видела давно-давно. Так. Лампа тоже наверное еще оригинальная. Так. Как она тут. Сейчас же только я ее пытался вытащить. Вот она подпружинена. Вот так вот ее вытаскиваешь, откручиваешь. Все. Так включается моталка. Так. Отключается. Тут справа в миллиметрах. Видите как сделано. Шаг. Строчки. Слева стежки на дюйм. Там допустим 20 стежков на дюйм. А слева в миллиметрах. 1, 2, 3, 4. Зигзаг 4. И шаг строчки 4. Ну, чтобы не затягивать видео. На этом мы закончим первую часть. А завтра продолжим. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова